Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Второй прогноз в гороскоп декабрь 2023 года, последний месяц уходящего года. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад и сравнивать, анализировать. И эти размышления нам совершенно необходимы, чтобы сделать важные выводы или принять окончательное решение по тому или иному поводу или в той или иной сфере жизни. Вот как минимум с чем-то одним придется определиться. Вполне вероятно, что это решение в одной сфере жизни потянет за собой еще какие-то важные перемены у вас. Такое состояние отчасти будет еще обусловлено состоянием планет, ретроградностью, потому что Юпитер и Уран находятся в ретро-движении уже в течение последних нескольких месяцев. И это будет до конца года в знаке Зодиака Телец. Две серьезные планеты, как Уран. Считается, что это планета разрушитель. Но нет, это своеобразный такой волшебный толчок Вселенной, чтобы мы окончательно что-то решили, определились. А Юпитер – это новая структура, власть. Это порядок, уклад, может быть, в жизни каждого из нас. Но кроме этого, это еще не последняя ретроградность. В декабре 13-го числа Меркурий уйдет в ретро-движение. И это будет в знаке Зодиака Козерог. Козерог управляется Сатурном. Но вот две планеты такие провластные, серьезные Сатурн и Юпитер. И будет у нас на конец года вот такая ретроградность с учетом Урана. А по Меркурию еще вдобавок, это ведь всегда какие-то могут быть, знаете, сбои. Как в сбои, например, в электронных системах расчета. Поэтому будьте аккуратны, сразу скажу, с деньгами. Деньги сами по себе могут задерживаться. Или Меркурий отвечает за информационный фон. Поэтому могут приходить разные известия. Не спешите где-то воспринимать как правду, потому что могут быть и фейки. Здесь мы больше себя сбережем. Что-то может задерживаться или принимать какой-то сумбурный порядок. Но это все Меркурий. И в знаке Зодиака Козирог. Вот что примечательно. У нас год 2023, мои дорогие, начался тоже, когда уже был Меркурий в знаке Зодиака. Козирог и в ретро-движении. И заканчивается точно так же. Поэтому и мы будем, словно оглядываясь назад, на начало года вспоминать, что мы собирались делать и что мы сделали. А имело ли какой-то это эквивалент? Эквивалент, нужно было ли этим заниматься или вообще имело ли это смысл? И опять же, это может касаться любой сферы жизни. У кого-то отношений, у кого-то по работе, ну а у кого-то все вместе. Потому что в целом основные две планеты, как Юпитер, так и Уран, находятся в ретро-движении в знаке Зодиака Телец. А Телец у нас отвечает за все, что касается благополучия. И благополучия тут наш дом, и наша семья, и личная жизнь, и финансы. Одним словом, все то, что для нас важно, мои дорогие львы и львицы. Ладно, идем дальше. Давайте мы узнаем. На колоде Торо Иллюминатов у нас сегодня две колоды. Потом на Золоченом Торо мы раскроем по сферам жизни, немножко поточнее. А у Торо Иллюминатов мы зададим первый вопрос. Это будет как-либо важное событие, или что для вас будет в центре внимания в декабре. Как видят карты. Что будет радовать, мои дорогие львы и львицы вас, и помогать в декабре? Какие неожиданности могут быть на вашем пути, с чем вы можете столкнуться? Давайте спросим тогда, а какие возможности придут, или что есть возможность осуществить? Что скрыто, достанем и такую карту. Может быть, вы чему-то не уделяете, ну, не придаете значения, не уделяете должного внимания. Или кто-то нарочито скрывает, тоже узнаем. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, сфера финансов, денежная энергия и личная жизнь. Вот, давайте будем узнавать. Итак, что же в центре внимания? Вот интересно, вы знаете, многим знаком зодиака выпадает при раскладе на декабрь. Эта карта, наверное, не случайно, правда. Тут у нас Рождество и много праздников. Да, и вообще мы в декабре половина месяца, еще за ходом на январь, где-то больше думаем о личной жизни, о доме, о нашем уютном гнездышке. И неважно, мы в паре или один, или одна. Хочется уюта, хочется комфорта, хочется приятных эмоций, хочется взаимопонимания. И эта карта вот обо всем об этом говорит. У кого-то из вас как будто есть отношения, которые нужно сохранять. Почему? На этой карте двое детей и у них белые волосы. В колоде Тару иллюминатов она построена полностью на символике и цвета тоже имеют символ. Так вот, это символ чистоты, искренности, отсутствие какой-то меркантильности. Это бывает только в детстве, поэтому и дети изображены. Значит, вот кто-то вас искренне любит или вы кому-то искренне дороги, мои дорогие. И эти отношения надо сохранять. Безусловно, когда выпадает эта карта шесть, любая шесть, как вершина наших приложенных действий, своего рода победа, когда в каком-то вопросе у вас точно сильная позиция, в данном случае это касается дружбы, чувств, любви. Значит, как минимум с одним человеком кто-то вам симпатизирует. И если мы где-то это переложим на вопросы работы или согласований, может быть, даже вы пойдете по инстанциям, значит, ну вы вообще люди импозантные, представительные. Есть возможность установить контакт с человеком, в итоге решить тот вопрос, который вы для себя поставите. Безусловно, идет дипломатия, но это еще и когда вас будут рады видеть. Когда, в принципе, бывает в нашей жизни, ты пришел, а тебе уже как будто сидит человек, допустим, решать какой-то вопрос. Заходишь в кабинет, а там персона такая, у которой в глазах сразу нет написано. А вот здесь будет, да, как будто, вот поэтому прекрасное время для себя сделать что-то очень хорошо. Но уделите внимание личной жизни. Правда, мои дорогие, в декабре больше где-то про дружбу, про любовь, про взаимопонимание. Давайте мы узнаем, что будет радовать. Я называю то с мечей выход из лабиринта. Какое-то важное решение или вот действительно мы с чем-то определяемся. Может быть, это еще какая-то новость, которая нас словно подтолкнет к какому-то решению. Или, может быть, это событие, которое приходит извне. После того, когда мы определяемся с чем-то важным, нам всегда становится легче, словно гора с плеч. Хотя выбор мы делаем ежедневно, и мы не замечаем. Но, видимо, будет что-то такое в вашей жизни, что вы сознательно, может быть, хотите осуществить, и у вас как будто это получится. Но, если мы говорим, будет радовать, все-таки по тузу мечей, тут немножко совсем не про любовь, хотя это может касаться отношений. Но, видимо, решение это мы принимаем холодной головой. И, видимо, окончательно определившись или окончательно определившись в чем-то, вы поставите точку, и, значит, какие-то части, по крайней мере, неопределенностей, сомнений, они как будто уходят из вашей жизни, что вторично вас будет радовать. Правда, выбор какой-то придется делать. Или для кого-то из вас это какая-то была патовая ситуация, мои дорогие львы и львицы, когда я не видел выхода, я не видел решения. Опять же, это может быть связано с работой, с бизнесом, с построением карьеры, с вашими амбициями. Что-то не получалось сделать, может быть, в оформлении документов. А теперь, в декабре, скорее всего, получится. Если поставите задачу, 100% получится. Давайте мы посмотрим, какими неожиданностями мы можем столкнуться. Да нет таких неожиданностей, которые бы, ну, нас поставили в тупик. Единственный момент неожиданности, ну, не совсем это неожиданности, по принцессе Жезлов в этой колоде карт, как будто шла куда-то принцесса. И в последний момент она останавливается и говорит сама себе. Дай-ка я еще раз обдумаю перед тем, как действовать. Это ваше внутреннее состояние. И опять же, если мы говорим о картах, о символике, как будто красный плащ делится на две части. Состояние выбора. Вот где-то это и есть выход из лабиринта. Но если нам выпадает эта карта в позиции неожиданности, действительно будут влиять какие-то события, информация, новости. На вас будут влиять, что мне нужно быстрее определяться. Не могу я или мне надоело, словно сидеть на двух стульях одновременно. Мне нужно знать наверняка что-то в своей жизни и, ну, исключить какую-то двойственность. Так вот, о чем говорит карта? Если нам потребуется время для принятия решения, это не значит, что мы на какой-то длительный срок поставим что-то на паузу и сами себе скажем, что, ну, вот как будет, так и будет. Как есть, так и ладно. Нет, это действительно ваше решение, которое должно быть, ну, где-то хладнокровно принято, может быть, просчитано. У вас сильная позиция, об этом нам говорит карта. И это, скорее всего, будет касаться именно вашей личной жизни. Что я имею в виду? У кого-то это будет про любовь буквально в отношениях, выбор. А у кого-то это ваши амбиции, здоровое, честолюбие. Чем я буду дальше заниматься? Потому что все-таки жезлы – это имеется в виду какой-то импульс. Это и рационализм, безусловно, и это то место, где мне хорошо. Вот там, где вам хорошо. Но, видимо, с какими-то вариантами. Может быть, выбрать из этих вариантов один наиболее для вас перспективный, наиболее радостный, тот, который вас вдохновляет. То, чем хочется заниматься, или тех людей, с которыми хочется быть рядом. Но это не сама по себе, опять же, неожиданность. Давайте, какие возможности? Возможности, вот правда, от какого-то вашего решения, мои дорогие, будет зависеть ваше материальное состояние, ваш статус. Будет зависеть, видимо, от того, как вы сумеете договориться с людьми. Или, может быть, с кем-то закопать топор войны. Или принять какую-то нейтральную позицию. Может быть, в отношении людей, с которыми, в принципе, невозможно договориться. Бывает такое. Это не значит, что это наши близкие люди или друзья, хотя бывает и с близкими тоже. Но если мы не можем установить какой-то контакт, как минимум, какой-то нейтралитет, лучше, чем добрая ссора, правда? И вот здесь у нас как раз получится осуществить. По пятерке, это мелкая карта, по пятерке Пентаклей, проходит как раз недостаток взаимопонимания и какие-то финансовые вопросы. Причем финансовые вопросы здесь не глобальные. Ну, значит, да, и мелкий какой-то вопрос. Или, может быть, мелкий он, но для вас важный. Вы все равно сумеете осуществить. И со всеми договориться. Прекрасные возможности. Вот как раз отношения финансы по тельцу. Это все, что касается благополучия. Вот, видимо, обрести это самое благополучие, уверенность. Как будто ноу-хау, да, по тузу мечей. Теперь я точно знаю, как. Как действовать, с кем быть, в каком направлении двигаться. Ну, или любой другой вариант какого-то вашего вопроса, решения. То, что для вас, знаете, как болевая точка. Вот по тузу мечей, это именно мы решаем, как мы говорим, злободневное что-то. То, что нам уже, ну, так и поднадоело, может быть. И хочется какого-то однозначного решения. Что скрыто, давайте узнаем, мои дорогие. Никто ничего не скрывает. Это вы сами себе словно запутываете следы. Как-то лиса. Ну, лиса у нас получается немножко неправильная. Потому что по этой карте сомнения. Или внутренние страхи. Как сомнения, так и страхи искажают реальность. Помните об этом. И это то, что мы себе можем надумать. Это по факту будет совершенно по-другому. То есть реальность, она как будто другая. Но какая-то глубокая философия вам может кардинальным образом искажать картину. Понимаете? Поэтому не вспоминайте что-то там былое. А если вспомните, то рационально, как ситуацию. Исключите эмоции. Вам будут мешать эмоции, мои дорогие львы. Причем те эмоции, которые со знаком минус. Те, которые куда-то нас уводят на глубину. Или заставляют что-то проанализировать из прошлой жизни. А у нас все меняется. Мы сказали Юпитер, Уран. Который вычищает весь мусор из нашей жизни. Видимо, и вам где-то от этого ментального мусора нужно будет тоже освободиться. Нет никаких для вас помех, мои дорогие. Мы и сами себе сумеем помешать. Ну, как будто вот буквально так. Поэтому и карта, она говорит, не мешай себе. Вот буквально такое значение. Хорошо, идем дальше. Дела работы, бизнес. Что для вас? Ну, правда, важное решение. Вы знаете, это вы можете кто-то, допустим, меняет работу. А у кого-то на работе человек какой-то уходит. Или может быть тот человек, который вам доставлял какие-то неприятности. Или вы не рады были его видеть вообще. Как увидел, так и настроение пропало. Кстати, может быть такое. И человек по своим каким-то причинам увольняется, например. Или уходит. Или что-то меняется. По этой карте переезд, мои дорогие, тоже может быть и подготовка. Может быть, получение, оформление документов. Еще какие-то вопросы. Или вы будете готовиться к путешествию. Или, опять же, у кого-то смена вообще сферы деятельности может пройти. А у кого-либо из вас могут быть, знаете, перемены такие, когда и личная жизнь, и ваши амбиции, и какой-то финансовый вопрос тесно переплетаются друг с другом. И мы ищем выход по восьмерке кубков в этой колоде карт. Когда мы ищем выход из сложного положения, и мы его находим. Может касаться, как я уже перечислила, разных вариантов. Мы разные. И вот эта восьмерка кубков у каждого проиграется как-то по-своему. Но это правда, выход из лабиринта явно будет найден. Что с финансами? Ну, по повешенному, старший аркан, нет какого-то прогресса. Нет быстрого прогресса. Для кого-то из вас именно желание заработать денег. Или, когда вы поставите себя на одну чашу весов и на вторую материальный или финансовый эквивалент, который вы получили за свою работу. И словно взвесите, стоит ли овчинка выделки. Я сколько времени затратил или потратила, и что взамен получила. То есть вот этот эквивалент, который для кого-то из вас проиграется, как вот по пятерке пентаклей, со знаком минус, когда вы недовольны. Это будет основным побудительным мотивом, что мне надоела какая-то рутина, я хочу выйти из какой-то зависимой ситуации. И вы начнете что-то менять. Для кого-то из вас это может еще означать, что мы не должны согласиться, кстати, на вообще какую-то двойственность. Когда нам не сказали ни да, ни нет, и мы чего-то ждем. Как будто еще в декабре мы не можем ускорить что-то, да. Ну и сам месяц, декабрь, с многочисленными праздниками для большинства из нас, безусловно, не для всех, но для большинства все-таки проигрывается, что эти праздники на пару недель растягиваются, тут активность или какая-то вообще активная жизнь, она начинает замирать. И поэтому, ну, кардинально изменить мы что-то, может быть, именно в декабре не сможем. Но подготовить, словно плацдарм, или принять какое-то решение ментально окончательно, подготовить, словно базу, да, узнать, как это будет по закону, по документам, или еще что-то, какие-то договоренности совершить, это вполне в наших силах. Потому что эта карта еще означает выход из тупика. С одной стороны, как и не попасть в этот тупик, мои дорогие, или в зависимое состояние, это будет тоже важно. Ну, так и выйти, если это уже тянулось какое-то время. Есть вопросы по финансам. Ну, у каждого по-своему мы раскроем на колоде золоченого таро. Личная жизнь. Вообще, ваш сигнификатор, король жезлов, это огненная энергия, и вполне вероятно. И в жизни, в личной, тоже вы будете принимать какое-то решение. Это карта харизматичного лидера. Неважно, кто меня смотрит, девушки, мужчины. Вы себя, словно, ставите на первое место и понимаете, что либо я сейчас на что-то решаюсь, либо это будет еще тянуться какое-то время. У кого-то из вас, это человек конкретный, проиграется, может быть, ваш партнер. Может быть, партнер или человек новый, или тут по шестерке кубков я бы сказала, что могут, словно, возобновиться отношения или люди о себе напомнить, даже в мессенджерах каких-то, или письмом, или вы случайно можете встретить человека, которого не видели очень долго. Это может быть человек, который рожден под знаком зодиака, как и вы, стихия огня, овен, лев, стрелец, или имеет там асцендент. А может быть и по луне, мои дорогие, запросто. И мы не всегда знаем, а человек имеет вот такую натуру, которая именно ближе к лидерству. Но это, безусловно, ваши энергии, так или иначе. И у нас как будто король жезлов присел подумать. И посмотрите, опять же, белые перья вокруг его чумы говорят о чистоте помыслов. Как будто нужно отталкиваться от того, что вам нравится, куда вас зовет душа, чего бы вопрос ни касался. Не совсем нам тут про любовь говорят. И у кого-то в личной жизни будут проигрываться, как ваши именно планы, то, что мы называем чисто любивые. Карьера, амбиции, достижения. Потому что с чем-то как будто нужно определиться. Хорошо, давайте мы немножко раскроем три последних карты. И мы посмотрим по работе. Если мы говорим, на данный момент времени будут перемены в любом случае. И даже, знаете, на вашем прежде, вот где вы сейчас трудитесь, там тоже будут перемены. Может, это у руководителей, может, релокация офиса. Может быть, у кого-то, если ваша компания, организация сотрудничает с другой какой-то компанией. Значит, как будто через посредника тоже какие-то перемены приходят в вашу организацию, и они будут оказывать влияние на всех и на вас тоже. Или это ваше решение личное. Вот все то, о чем мы говорили. Старший Аркан, отпускай прошлое. И как раз встречай все новое, что приходит на твой порог. И ведь по этой карте, в этой колоде, это карта удачи и успеха. Поэтому, если мы на что-то решаемся, мы остаемся довольными. Итак, вот давайте я сама достану то место, где вы трудитесь. Что на декабрь? В целом, энергетика. Королева Пентакли. Ну, здесь, я бы сказала, без изменений и вообще стабильная у вас позиция. То есть сказать, что кто-то нас подсиживает или какие-то есть шероховатости. Ну, нет, тут больше мы даже договоримся. По Королеве Пентакли все же идет какая-то самореализация. То есть вы можете остаться довольными. И, в принципе, все идет так, как вы уже знаете. Вы уже профи, видимо, в своем деле. И поэтому нам говорят, и деньги как будто придут вовремя сразу по этой карте. И вообще, в каком-то в таком цикле, неспешном, кстати, декабрь пройдет. И когда нас все радует. В целом, так. Давайте мы посмотрим, новая работа или вторая для кого-то работа. Или новые способы, как варианты, да, в последующем заработка. Правда? Здесь может быть прогресс. Рассмотрите обязательно. Все-таки не случайно у нас восьмерка кубков. Тогда я могу предположить, что по вашему месту работы у кого-то будут даже новые возможности. Если вы, ну, занимаетесь тем делом, когда это касается не просто работы на себя. Или какое-то взаимодействие все равно с людьми у вас. То, скорее всего, те перемены, которые для вас как будто проиграются в плюс. С новыми возможностями к большей уверенности, надежности. Для тех, кто имеет вторую работу, да, или это какое-то хобби ваше, или еще что-то. По рыцарю Пентакли это может быть проект, который будет работать в течение десятилетий, мои дорогие. Это марафонский забег. Поэтому уделите внимание тому, чем вам нравится заниматься, или какой-то второй дополнительной деятельности, которая определенно заслуживает внимания. Ее как будто нельзя исключить. Потому что есть перспектива по рыцарю Пентакли. Перспектива, в принципе, сама по себе, как развитие дела, так и по деньгам тоже. Давайте мы посмотрим финансы. Ваш обычный источник дохода на сегодняшний день. Пусть нам раскроют карты, что же это за аркан повешенный. Что это означает? Что с денежками? Итак, основной источник для дохода. Это может быть у кого-то пенсия, у кого-то заработная плата. Паш Пентакли. Знаете как? По Пажу Пентакли вам могут что-то пообещать. Как будто деньги будут. Нам не говорят все же по Пажу, не самая большая карта. Могут деньги где-то и не устроить. Правда. Вы могли думать, что это как-то будет в большем эквиваленте. Ну а тут вот вы можете подумать, кольчушка маловато. Или знаете, как прежние, может быть, годы, какие-то дополнительные были бонусы, может быть. И где-то вы на это рассчитывали. Или надеялись просто. А здесь, скорее всего, будет как база какая-то. Или базовая какая-то. Или ставка. Или вот то, что как будто определено. И как бы деньги есть, но есть ощущение, что их маловато. Давайте мы посмотрим, есть ли это дополнительные источники дохода. Что для вас скажут карты. Ух ты. Мои дорогие львы и львицы. Вот как будто новизна-то по работе, по способам заработка, по финансам определенно есть. Поэтому у нас, наверное, и на личную жизнь. Для кого-то этот харизматичный лидер, король жезлов, проиграется. Как я хочу стать магом. Я хочу своей жизнью полностью управлять. У вас карта мага выпадает на новые способы заработка. Когда вам подвластны все стихии. Когда вы действительно какой-то прорыв можете сделать в совершенно новом деле. Или у кого-то, может быть, это как пассивный доход. Или дополнительный доход. Вот тут вас, безусловно, что-то радовать. Я не могу сказать, что это буквально будет в декабре. Но то, что прогресс будет и все в вашей власти, то это точно. И знаете, энергетика мага, маг ведь он не нищий. Это правда. Но он не ставит никогда деньги на первое место. Он вообще материализм не ставит на первое место. Потому что он понимает, что такое материализм. Это реализация того, что родилось где-то, зародилось в моем сознании. Это то, что я смог осуществить. Ему больше импонирует тот момент, как результат своего труда. Поэтому тут должна быть какая-то идея или ваша задумка. Или то, что вам нравится, по сути дела. Это иными словами так и звучит. И тогда вы можете достичь очень больших высот. Как и в финансах. Много заработать деньги. Денег это на самом деле так. На продолжительный период. Это и будет своеобразный марафонский забег. Когда в какой-то прогрессии у нас растут как и возможности, так и финансовые поступления. Давайте посмотрим, что такое по личной жизни. Посмотрим для тех, кто в паре. Люди семейные. Рыцарь мечей. Вот интересно. Знаете, здесь могут проходить какие-то вопросы, когда что-то вам не нравится. Или что-то вас не устроило. Или какие-то сомнения. Опять же, и мы можем где-то докапываться до правды и до сути. Иногда может на личную жизнь проиграться, как ревность, мои дорогие. А тут как будто, ну, наоборот нам говорят. Полное взаимопонимание. Я бы сказала так. Если есть какие-то острые моменты, шестерка все-таки у нас кубков выпадает, мои дорогие. Значит, есть возможность договориться. По этой карте мы еще, может быть, это касается просто в целом каких-то ваших семейных дел, связанных с родственниками. Или именно внутрисемейное какое-то состояние, когда нужно решить какую-то проблему. Вот по этой карте это тоже проигрывается. И мы должны найти способ. И мы тогда его найдем. Единственное, что говорят, исключи эмоции, держи где-то нейтралитет с теми. Или в тех вопросах, когда ты видишь, у кого-то из вас захлестывают эмоции. Вот эмоциям тут будет не место. Здесь, видимо, какие-то вопросы нужно решать. Ну, вот где-то помогу или более, вот как туз мечей, да, холодной энергии мы говорили, не предвзято. Потому что если в одну кучу все перемешать наши сомнения, наши решения и добавить еще, приправить словно эмоциональностью, будет замес такой, где сложно будет с чем-то разобраться или найти взаимопонимание. Но здесь вот именно через где-то нейтралитет, где-то дипломатия получится решить многие вопросы. Как касающиеся пары, так и каких-то дел внутрисемейных. Давайте для тех, кто в сложных отношениях. А правда, помириться можно. Король кубков. И знаете, для кого-то проиграется вместе как раз, что были, вот с теми, кто в паре, были вопросы, которые хотелось бы проговорить и как будто закрыть. Для кого-то из вас это и будет означать полное взаимопонимание. Здесь самое главное, знаете, мои дорогие львы и львицы, если есть вот какой-то вопрос, который вас мучает словно, или вам хотелось бы его озвучить и посмотреть, как ваш собеседник на него как минимум отреагирует, значит, в какой-то тактичной манере, в дипломатии нужно обязательно это проговорить. Самое главное, для вас очень важно не додумывать, не домысливать что-то, а именно вынести на поверхность какой-то важный разговор. Потому что по королю кубков проходят наши близкие, наши супруги. Полное взаимопонимание, когда мы на одной волне. Поэтому, безусловно, как и для тех, кто в паре, как и для тех, кто в сложных отношениях, и повернуть ход тех моментов, которые были со знаком минус, и перевести их в плюс, определенно есть возможность. Для тех, кто один или одна в декабре. Вот посмотрите, король кубков и королева кубков. Пусть на разные позиции. Как будто лев или львица, не один и не одна. Есть тот человек, который вас любит, которому вы интересны. Но правда, с учетом рыцаря мечей, хоть вы в паре, хоть есть какие-то, ну, не поняли друг друга, что-то кажется, как эмоциональный холод. Так вот этот холод сменить на тепло. Мои дорогие львы и львицы, точно, возможность есть. Есть возможность быть вдвоем, понимаете? Как выпадает интересно. И шестерка-то кубков нам как раз об этом и говорит. Я не могу сказать, что это новое знакомство, мои дорогие. Не видно. Сейчас положу пониже. Но это, скорее всего, тот человек, которого вы знаете и который к вам относится искренне. А если мы где-то друг друга не поняли, то это не повод рвать. Это повод проговорить какие-то глубинно важные вопросы откровенно. И, видимо, этот откровенный разговор расставит все по местам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова